тыкните в интернет если вы тыкните в интернет и напишите соя польза или вред вам что интернет выдаст попробуйте напишите соя польза или вред читать надо в библиотеке серьезно но вот идите в библиотеку там читайте да 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 и вам в интернет что выдаст соя польза или вред а я вам могу сказать обратные вещи я вам могу сказать о том что нет ничего круче сои в этом мире потому что соя обладает уникальными свойствами она содержит практически весь спектр аминокислот которые находятся в том же самом мясе соя приравнивается к мясу да по спектру аминокислот соя помогает выведению холестерина из организма соя помогает расщеплению быстрее жировых жировых отложений то есть соя быстрее выводит скажем так от сои вы быстрее вес снижаете то есть я вам могу полностью опровергнуть то что написано у вас в интернете по поводу сои я сама лично ем сои уже почти 13 лет так у меня вопрос на ваш взгляд соя полезно или не полезно это тоже самое знаете у меня тут вчера сейчас я вам скажу подождите вчера у меня состоялся разговор с девушкой ну как девушкой а 56 лет по моему 56 лет она из литвы до из литвы не знаю смотрит она меня не смотрит на прямой трансляции но вот вчера у меня состоялся разговор то есть человек от человеку нужно снижать вес на 20 килограмм да она обратилась она ну спросила у меня как это сделать я и провела консультацию все рассказала все показала она согласилась да то есть она стала да я хочу да я готова да мы будем с вами снижать вес вот и значит дальше через через какое-то время она мне пишет настя друзья мои вам вообще интересно то что я вам сейчас рассказываю да или нет просто если не интересно мы дальше с вами пойдем будем говорить про гречку тут народ кричит по поводу гречи интересно друзья мои если интересно постучите пожалуйста по экранчику я буду ну как бы я буду понимать о том что вам интересно вот берем стучим 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 друзья мои нутрициологи говорят по-разному потому что нутрициолог это не значит что у человека есть образование услышьте нутрициологов как грязи слышу звон не знаю где он именно поэтому я терпеть не могу слово нутрициолог я по факту 12 лет работаю нутрициологом но я терпеть не могу это слово потому что огромное количество людей которые ни черта не понимают в нутрициологии просто по нулям и они выезжают за счет этого слова хотя у них не опыта ни практики не знаний ни черта только купленный сертификат непонятно где я сейчас расскажу про девушку конечно значит не забываем стучать по экранчику да вот так вот все вместе стучим 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 друзья мои очень важно поддерживать прямую трансляцию потому что чем больше ребят меня увидят тем больше людей смогут изменить свою жизнь по статистике если меня смотрят 100 человек то двое меняют свою жизнь и если вы хотите чтобы в этом мире стало больше здоровых счастливых людей просто поддерживайте эфир без остановки и следите за тем чтобы здесь было 100000 лайков то есть за задание набрать 100000 лайков я не могу сама набрать 100000 лайков мне нужна ваша поддержка значит дальше я вам рассказываю про девушку из латвии 56 лет значит вроде бы все нормально человек согласился все классно все замечательно через какое-то время мне пишет настя вы знаете услышите пожалуйста человеку 56 лет настя вы знаете я тут проконсультировалась со своим окружением они мне сказали что мне это не поможет и я наверно откажусь человеку 56 лет человеку нужно снижать вес на 20 килограмм человек слушает мнение окружения у меня сразу же стоит вопрос значит первый пункт всегда я спрашиваю да лариса сейчас ладно когда мне пишут о том что я проконсультировался с лечащим врачом он сказал да классно да это один вариант а когда говорят я проконсультировался со своим окружением мне они сказали что мне это не подходит до сбалансированное правильное питание мне не подходит у меня сразу вопрос первое какую альтернативу может предложить вам ваше окружение это первое да то есть что они могут предложить взамен то есть человеку нужно худеть на 20 килограмм если люди говорят о том что сбалансированное питание ей не подойдет значит они должны предложить другой вариант скажите пожалуйста я права или не права зеленое яблоко права красная не права я сейчас это не просто так рассказываю возможно вы тоже находитесь в такой же ситуации абсолютно что вам и колется и хочется и не можется и ваше окружение вам не велит вот первое значит когда вам кто-то что-то говорит вам должны предложить альтернативу то есть вот смотри марина тебе нужно делать это 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 тогда ты похудеешь то есть не обсуждать и говорить что а это тебе не подходит а предлагать дальше второй момент скорее всего окружение сказала знаете что а тебе худеть не надо зачем ты дурью маешься то есть второй момент окружение говорит о том что а зачем тебе худеть тебе и так хорошо к примеру почему окружение так говорит потому что окружение подружки пеструшки по-другому это не назвать подружки пеструшки не хотят чтобы вы выглядели лучше чем они это то что касается женщин я сейчас говорю прямо в открытую напрямую трансляцию если на прямой трансляции находятся девушки женщины которые имеют в окружении подружек и подружки говорят тебе и так хорошо тебе худеть не надо значит подружка видит вас конкурента и она не хочет чтобы вы выглядели лучше чем она на фоне ее скажите мне пожалуйста вы согласны не согласны зеленое яблоко согласны красное яблоко не согласны я вам сейчас рассказываю психологию вашего окружения люди с ума сойдут если вы будете жить лучше чем они они просто с ума сойдут если вы начнете хорошо себя вы если вы начнете хорошо себя чувствовать если вы перестанете жаловаться на жизнь если вы перестанете ныть и говорить о том то что голова болит живот болит кишечник болит ноги болят вы станете неинтересны для этого человека потому что она будет продолжать ныть а вы будете улучшать свою жизнь а чтобы присоединиться к вам для того чтобы улучшать свою жизнь тоже корона не позволит друзья мои я в этом кино снимаюсь 12 лет я это рассказываю людям потому что я являюсь во первых мотиватором по снижению веса и контролю веса психологом пищевого поведения я занимаюсь нутрициологии более 12 лет значит когда вам первое по поводу окружения что хочется сказать если вам что-то говорит окружение это моя фраза я всегда ее говорю они говорят о вам жить то есть никогда в жизни не нужно слушать окружение никогда вы должны знать что нужно вам что хотите вы в конечном итоге получить и ну вот как то так по крайней мере я так живу они говорят о вам жить я сразу же знаете вот вчера но я поговорила с ней мне на самом деле очень жалко человека потому что она упустила возможность она не дала себе шанс изменить свою жизнь да то есть послушав окружение потому что если бы я тогда 13 лет назад послушала свое окружение которые все прекрасно знали что со мной будет да все прекрасно знали что нельзя есть продукты сбалансированного питания что я помру что я все равно наберу да то есть то что я сумасшедший человек то есть грубо говоря все мое окружение тогда твердила ну в один голос если слава богу что я их не послушала у меня появился шанс то есть я дала себе шанс изменить полностью свою жизнь вот и все это ваша жизнь абсолютно ваше дело прислушиваться к чему-то не прислушиваться но для того чтобы выбрать для себя специалиста друзья мои до специалиста потому что изменение привычек питания это все-таки этим должен заниматься специалист также как лечить болезни должен врач до заниматься юридическими вопросами должен юрист вот а заниматься вашими проблемами пищевого поведения и вашими проблемами по изменению привычек питания также должен специалист вот вам